Начиная серию передач о поездке в Турцию в этом году, 2021 пандемийном, хочу рассказать о географическом положении нашем в Турции. Если кому-то будет интересно и если кто-то захочет повторить поездку в предместе Анталии, начнем пожалуй вот с чего. Ну, во-первых, аэропорт Анталии находится вот здесь вот, почти в черте города, да не почти, а в черте города. Об Анталии будет отдельный рассказ, потому что она оказалась гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Я проехался практически по всему вот этому побережью, от Анталии до Олимпоса. И сейчас расскажу об этом подробнее. Ну, во-первых, вот интересная надпись Ак-Денис, да? Может быть кто-то не знает, что турки называют Средиземное море Ак-Денис, то есть Белое море. Ак-Денис, вот здесь, вот в этом углу этой карты, это центр Анталии, старинный порт и старый город. Один из самых интересных во всем Средиземноморье городов, которые я видел. О нем тоже будет отдельный разговор и отдельная передача. Итак, давайте углубим и расширим, а также укрупним. Наш отель находился в городке, вернее даже в деревеньке Бель-Диби. Пожалуй, самое неинтересное место из всех. Никогда туда не едьте. Потому что, ну, мало того, что там делать нечего, так еще и там гигантский длинный пляж километра на три. И весь он просто ужасен. Усыпан камнями скользкими. Купаться очень неприятно. Не говоря уже про толпы русских отдыхающих. Если бы я советовал кому-то приехать в этот район, то выбирайте, пожалуйста, например, городок Чирали. Там песчаный пляж. Очень уютно. Добираться туда немножко трудно, но это того стоит. Кемер, как вы понимаете, столица этого района туристического со всеми вытекающими плюсами и минусами. Из Антальи в Кемер, это я рассказываю тем, кто вдруг соберется туда поехать. Потому что у меня на выяснение всех этих вот тонкостей ушло дня два. Из Антальи в Кемер ходит, во-первых, идет трасса Анталия, Кемер, Финики и дальше Демре, Каш, Фетие и так далее. Это скоростная трасса. А от Анталии до Кемера и от Кемера до Текерова идут трассы по берегу, по которым курсируют местные автобусы. От Анталии до Кемера номер семь, от Кемера до Текерова номер восемь. Курсируют они с 7.30 утра до 11 вечера. Это тоже эксклюзивная информация, которую мне пришлось добывать кровью и потом. Итак, номер семь автобус. В Анталии он останавливается возле универсама Мигрос на бульваре Ататюрка. В этом универсале, кстати, очень хорошо менять доллары на лиры. Там самый лучший курс. 8,6 по-моему. Потому что везде, во всех магазинах меняют по 8. То есть 8 лир за доллар. Вы в этом универсале Мигрос покупаете какую-нибудь ерунду, типа жвачки, бутылки пива или еще чего-нибудь. Кстати, пиво там дорогое и алкоголь в Турции очень дорогой. Бутылка пива стоит что-то около 20 лир, то есть 160 рублей. Это самое дешевое. Ну, можно найти за 18, за 17, но это уже дело не меняет. Итак, покупаете в этом Мигросе какую-нибудь ерунду, платите 100-долларовой бумажкой. Кстати, в Турции в ходу доллары, но не евро. Потому что если вы привезете евро, вас будут принимать их как доллары. Никто не станет париться пересчитывать. Но доллары принимают. Причем доллары только в равных, так скажем, пропорциях. 1 доллар, 2 доллара, 3 доллара неделимые. 2,5 или 1,5 не бывает. Все округляется в пользу продавца. Поэтому лучше доллары поменять сразу на местные лиры. Так вот, в этом Мигросе вы покупаете какой-то товар, небольшой, за 20 копеек, и сдачу вам дают лирами. Этими лирами удобно расплачиваться в автобусах, ну и вообще в лирах цены немножко дешевле, чем в долларах. Что интересного есть на этой трассе? Во-первых, на выезде из Анталии в сторону Кемера находится канатная дорога. Про нее тоже будет отдельный рассказ, поэтому я останавливаться подробно пока на этом не буду. Далее. Далее сразу следует наша дурацкая деревня Бильдиби. Вот она. Следующая деревня Гюйнюк. Она более цивилизованная, и между Бильдиби и Гюйнюком находится знаменитый каньон Гюйнюк, о котором тоже будет отдельная передача, и которую я настоятельно советую всем посетить. Можно с экскурсией, а можно самостоятельно. Опять же, подробно буду рассказывать в передаче о Гюйнюке. Далее. Из Гюйнюка мы сразу приезжаем в Кемер. О Кемере рассказывать ничего не буду, потому что, ну, это стандартный, типа Ялты. Но Ялта лучше. За Кемером, здесь она не обозначена, находится деревня Чамьюва. И эта деревня очень интересная, потому что на окраине Чамьювы находится потрясающий заброшенный даже не отель, а целый отельный комплекс. О нем тоже будет отдельная передача. И это, пожалуй, самое сильное впечатление, потрясение от Турции. Он офигенный, да. От Чамьювы можно пешком дойти до развалин древнегреческого города Фаселис. Мы, к сожалению, попали на празднование турками Курбан-Байрама, поэтому везде было гигантское количество отдыхающих турок. Это вы все увидите на моих видео будущих. Как там в обычные дни, я не знаю. Но в середине июля это был кошмар. Про деревню Текерова ничего не знаю, не был там. Далее идет тот самый Чироли, который я всем советую. Рядом с ним находится знаменитая Химера, то есть место, в котором из-под земли вырываются огни пламени. Мифический герой Беллерафон там победил верховно-пегасе чудовище Химеру, огнедышащую. Она упала под землю и до сих пор ее пламя вырывается из-под земли. Я туда сейчас в этот раз не съездил, потому что добираться далеко и семь километров пешком идти. Но опять же можно с экскурсии. Но я там был в девяносто каком-то году. Не скажу, что это уж слишком впечатляющее зрелище, поэтому я его в этот раз пропустил. Зато, зато я наконец ходил в Олимпас. Это тоже развалины древнегреческого города, которые в прошлый раз я пропустил. До Олимпаса напрямую доехать ниоткуда нельзя, ни из Химера, ни из Анталии. Нужно выходить на трассе, вот на этой красной, и там садиться на долмуш, то бишь на маршрутку, которая идет вот по этой вот дорожке, вот по этой вот, до Олимпаса. Ходит она раз в час. Последние восемь вечера. Первая не знаю во сколько. Олимпас чем прекрасен? Про него тоже будет отдельный рассказ, но прекрасен он хотя бы тем, что там нет ни одного отеля. Там только всяческие хостели, кемпинги и прочее, и прочее. Еще совсем недавно это было место, где тусовались всякие хиппи, растаманы, бэкпекеры и прочий прекрасный народ. Сейчас там, конечно же, опять процветает. Сами понимаете, что. А в Чирали в соседнем городке, как я уже говорил, это прекрасный курорт для мамочек с колясками. Дальше я в этот раз не ездил, очень жалею, что не съездил вот сюда. Вот это место называют его турецкими Мальдивами. Адрасан или что-то такое. Ну, сами посмотрите. Наберете в интернете турецкие Мальдивы и увидите. Там какие-то невероятные пляжи и прозрачная вода. Я до туда, к сожалению, не доехал. Очень хотел, но не доехал. Также я не доехал до Фитие, в котором тоже прекрасные пляжи, но в котором нет абсолютно русских туристов. Там отдыхают одни немцы и англичане. По-моему, на всех отелях написано Now Russians. Ну и дальше Мира Демре. Это родина Деда Мороза, он же Святой Николай. Там я тоже был в 90-е годы, поэтому в этот раз уже не поехал. Ничего особенного там нет, но место очень туристическое. Наверное, вот и, пожалуй, все, что я хотел сказать о войне во Вьетнаме. Смотрите дальнейшие выпуски круглой земли. Мало того, вы будете смеяться, но у меня еще не смонтирован Дагестан. У меня еще не смонтирован бесов нос. Буквально через три дня предстоит поездка в Калининград, из которого тоже наверняка будет 2-3-4-5 репортажей. Так что меня ждет суровая питерская монтажная зима. А вас, дорогие мои зрители, новые увлекательные сюжеты круглой земли. Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла... Потому что круглая земля... Да, еще я забыл сказать, что между Чамьюва и Текерова находится отворот до нижней станции канатной дороги Олимпус-Телеферик на вершину горы Тахталы... 2365 метров. Там мы тоже побывали и тоже будет репортаж. Ничего особенного, но прикольно. Похоже на канатную дорогу на Айпетри, кто видел. Здесь сейчас появится... Или здесь... Ссылка... А, не появится. Я там не снимал, по-моему. А может и снимал. Ну, вот такой постскриптум. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok